Здесь идешь и как минимум боишься. Потому что лисички на каждом шагу, и посмотрите, каких они размеров. Это настоящая лисичка, но видите, она немножечко бледная. Ей, во-первых, не хватает здесь света. То есть лисичка эта не является именно видом бледной лисички, потому что та реально такая, знаете, беловатая. Это обычная наша лисичка, обыкновенная, но вот так вот она приняла светлый цвет. Скорее всего, из-за недостатка света. Прячутся они под дубовыми листьями, прошлогодними, это опад. И здесь их не видно, этих лисичек вообще. Но их здесь просто мало. Вот такого размера лисичка попадается в этом дубовом лесу. Здесь мы каждое лето ищем белые грибы и лисички, и мухоморы серо-розовые. И даже какие-нибудь сыроежки. Хороший лес. Они уже настолько большие, что они даже закучерявились. Скажу, я люблю лисички поменьше размерами. Вот они мне больше нравятся. Но от таких я не откажусь, конечно, тоже. Кстати, вот еще. Вот там вот есть лисичка. Вот еще прячется. Вот так вот. Эта лисичка бледная, она немножечко не такая, как привычные нам лисички, она не такая желтая, особенно с шляпкой, видите, такая беловатенькая чуть-чуть. Но когда переворачиваешь, классическая лисичка. Белые грибы сейчас, конечно, уже не такой свежести, как хотелось бы, видите, мало того, что гриб поеден, но еще и слизни ему, ножку, все искусали. Но сам гриб хороший и шляпка очень хорошая. Изначально я подумала, что это белый гриб, вот сверху шляпка была очень похожа. Но когда я подошла, отломала его, я поняла, что у меня в руках геропор, скорее всего геропор каштановый. Мы его заберем с собой, рассмотрим более подробно дома, потому что есть два вида геропора, есть геропор каштановый, именно похожих имею в виду два вида, и геропор песчаный. Вот скорее всего это не песчаный, песчаный, во-первых, горький и ядовитый. Геропор каштановый, он не горький и съедобный, но у них есть некие отличия в изменении цвета, в цвете самого гриба. Этот, конечно, червивый, кушать я его не буду, но вот уже дома я вам более подробно скажу, что это за гриб. Так что смотрите до конца. Вот у нас дождь, причем уже не первый день, и растут дождевики. Это дождевик луговой, он такой маленький и кругленький, и растет очень часто на самом-самом краю леса или на краю какого-то луга. Кстати, этот гриб съедобный, но если он внутри белый, а не вот такой вот зеленый. Вот так выглядит уже испорченный дождевик. Вот беленький, но он уже покушанный. Набрать на сковородку таких грибов сложно, но бывает их столько растет. Вот видите, внешность обманчивая этот зеленый. Вот мой последний шанс показать вам, как выглядит этот дождевик, когда он белый. Потому что больше таких дождевичков я рядом не вижу. И этот тоже. Ну как бы вы поняли, что дождевики встречаются часто, но к сожалению насобирать их сложно. Потому что они очень быстро-быстро-быстро портятся. Вот сейчас идет дождь и скорее всего через дня три повылазят новые. А вот выглядывает совсем маленькая шляпка. Это тоже беленький, совсем-совсем крошечный. Ну вот, этот гриб показывает, что белый гриб здесь не заканчивается. Это у нас белый гриб сетчатый. Видите, вот сеточка на ножке еще присутствует. Если такие маленькие есть, то они еще будут. У нас первая волна белых грибов уже отошла. Вот лисички уже даже переросли. Была неимоверная жара, она уже тоже прошла. Вот сейчас я в курточке, даже не от того, что одни комары, мне еще немножко прохладно. И вот так вот в лесу начинаются грибы. Даже сыроежка зеленоватая уже попадалась. И вот еще очень красивый гриб растет. Это у нас сыроежка. Причем хорошая. Одна из сыроежек. Так бы я сказала, что это сыроежка пищевая. Хотя я могу и ошибаться. В том, что эта сыроежка нет сомнений. У сыроежек у них сдирается кожица на шляпке. У разных видов по-разному. У некоторых сдирается до конца. У некоторых только по краю, как здесь. Очень хрупкие ножки. Такие вот прям ватные. И светлые пластинки. Тоже зависит от вида. Пластинки могут быть очень хрупкие, как у сыроежки березовой. И очень плотные, как у сыроежки мясной. Мы ее берем. Белый гриб в этом дубовом лесу не пощадила ни жара, ни слизни. Нет даже смысла вырывать гриб с основанием, потому что там он тоже весь поеденный. Но зато белый. Хороший гриб. Корзиночку поставила. А здесь один беленький. И вот рядышком, еще даже не полностью покушанный, еще один. Но и это еще не все. Здесь еще совсем крошечка. Уже тоже вылез. А вот еще белые грибочки. Конечно, они тоже поедены слизнями. Но нас это абсолютно не пугает. А вот и все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И гуляю дальше... Скажу, здесь гулять просто одно удовольствие... Тишина... Последние капли дождя... Шелест прошлогодней листвы... Возможность разбивать капли на листьях... И, конечно же, возможность результативно пособирать грибы... Например, лисичку... Например, еще одно... Вот такой вот лес... Да, лисички в дубах... В этом, кстати, лесу дубовом... Это, наверное, первый дубовый лес, где я начала собирать лисички... Я думала, он какой-то эксклюзивный... Но потом, как оказалось, нет... Смотрите... 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 Еще одна сыроежка... Вот... Сначала червивая... Дальше нормально... Кстати, ее тоже слизь не любят... Они в этом году вообще особо активны... Наверное, из-за жары... Причем, они так поодиночно растут... Эти лисички в дубах... Вот одну нашел... Идешь дальше... А вот у нас лисичковый рай... Правда, они уже такие крупные... Аж покрученные... Аж покрученные... Но сколько их... Это все лисичка обыкновенная... Аж... 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 Продолжение следует... 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 Не меняется ни на срезе, нигде цвет мякоти, так что это 100% яропорус, ну и нет никаких красных тонов, ножка такая светло-коричневая и шляпка точно такая же, так что у нас яропор каштановый, но он очень старый, скорее всего, мало того, что он страшный, скорее всего, он еще и будет горьким. Так что, гриб опознан, но, естественно, кушать мы его не будем.